Всем здравствуйте! Друзья, а сегодня я хочу поделиться с вами нашим хобби, нашей коллекцией. Это коллекция фотографий с актёрами, с певцами, просто с известными людьми. Этой коллекции уже больше 10 лет. В основном мы ходим по спектаклям, по разным мероприятиям, по концертам. И там после концерта, когда проходят встречи звезды с поклонниками, мы фотографируемся. Но бывали у нас случаи, когда фотографии случайным образом оказывали все у нас. Это, например, когда мы ездили в Николинский цирк в Москве. Цирк имени Юрия Николина. И там тоже приходил на выступление Иосиф Давыдович Кобзон с женой и с внучками. И когда во время антракта они вышли в фойе, и одна из его внучек фотографировалась с обезьянкой, мы тоже подошли и попросили разрешение у Иосифа Давыдовича сделать с ним фотографию. Он разрешил. И вот эта фотография перед вами. И в другой наш приезд в Москву, когда мы шли, опять же, по одной из московских улиц, нам встретился случайным образом Сергей Колесников. Он тоже куда-то спешил по делам. И вот тоже мы попросили разрешение сфотографироваться. Он разрешил. И вот эта фотография у нас появилась. Потом, правда, Сергей Колесников приезжал к нам в Липецк со спектаклем. И у нас еще появилась с ним фотография. Некоторые фотографии с одним и тем же актером у нас там есть и дважды, ну, с повтором через несколько лет. И даже там кто-то, по-моему, даже трижды. Ну, в общем, по-разному бывало. Началась у нас коллекция, естественно, с Юрием Куклачевым, Юрием Дмитриевичем. Вот. Но это, правда, не та фотография, с которой началось. Это там сын был гораздо маленький совсем, в общем. Я не помню даже, сколько он был. Лет шесть, может быть, или пять, когда к нам впервые в город приехал. Ну, вернее, он не впервые, но когда вот сын впервые попал на концерт Юрия Дмитриевича. И вот мы сделали фотографию. Это была единственная пока на тот момент фотография с известным человеком. Вот. У нас даже в мыслях не было, как бы, начинать подобную коллекцию. Потом, когда сын был в первом классе, к нам приехала Елена Ханга. Там был у нас какой-то праздник или открытие магазина Амиталь. И, в общем, там присутствовала на открытии Елена Ханга. И вот тоже стали все фотографироваться. Ну, и мы решили, а почему бы и с Еленой Хангой не сфотографироваться. И, в общем, с ней еще сфотографировались. А потом пошло-поехало. Как говорится, спектакли, концерты, разные мероприятия. Вот. Сначала я подсчитывала, сколько у нас фотографий в нашей коллекции. Потом уже сбилось со счета. Сейчас уже не подсчитываю. В общем, они время от времени прибавляются. Некоторых из известных лиц уже нет с нами. И поэтому вдвойне приятнее смотреть на эти фотографии, которых могло бы и не быть. Но они есть. Вот, например, с Владимиром Зельдиным. Он к нам приезжал на фестиваль «Липецкий выбор», когда ему было 98 лет. Вот, представляете, я никогда даже не думала, что у нас будет такая фотография. Но вот она есть. И очень приятно посмотреть на нее. А еще это каждая фотография, вот, это не просто фотографии, это как кусочек воспоминаний. Воспоминания о человеке. Как он себя вел, когда выходил к поклонникам. Был ли он доброжелателен, или наоборот, высокомерен. Вот. Как он вот... Некоторые, например, очень такие прям приятные-приятные люди. Прям вот смотришь на фотографии, и от фотографии веет теплотой. А некоторые очень суховатые люди. Даже вот бывали случаи, например, вот думаешь, что человек прям очень будет приятный, очень будет любезный, доброжелательный, а он оказывается высокомерен и суховат. А бывали случаи наоборот. Вот, кажется, человек вот вроде бы как отстраненный, такой вот как себе на уме, а он оказывается очень любезный. То есть вот никогда не угадаешь. Поэтому для меня еще очень важна вот эта сторона общения, когда не только фотографию ты уносишь, но еще и частичку памяти об этом человеке. Много было фотографий, которые могли бы быть, но их у нас нет по причине того, что нам отказали фотографироваться. Вот. Об этих людях тоже я не буду их называть, об этих актерах, певцах. Не буду называть их фамилии, но очень как-то вот остались неприятные впечатления. Ну, никто не должен, конечно, ни с кем фотографироваться. Но все равно, кто мы все есть, мы превратимся со временем лишь в чью-то память. Вот что о нас будут вспоминать, тем мы и станем. Станем чьей-то памятью. И поэтому, мне кажется, вот когда поклонники помнят актера как очень душевного, очень приятного человека, это очень важно. Ну, на мой взгляд, не знаю. Вот. Ну, в любом случае, у нас сейчас достаточно обширная коллекция, поэтому мы вам хотим ее показать, поделиться с вами нашим сокровищем. Да, я считаю, что это просто сокровище у нашей семьи. Вот. Так что, друзья мои, я делюсь с вами нашим сокровищем. Смотрите, наслаждайтесь этими прекрасными фотографиями. Как и мы уже много лет наслаждаемся ими и всегда приятно вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана каждая из этих фотографий. Да, да, вот действительно фотографий много, но помнишь про каждую фотографию. Именно про каждую. А это, согласитесь, очень важная информация. Вот. Так что, друзья, приятного вам просмотра! ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Надеюсь, наша коллекция вам тоже очень понравилась. Ну, а с вами была Татьяна и канал Обо всем понемножку. Всем желаю счастья, здоровья, удачи и, конечно же, хорошего настроения. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok